Широкую известность Михаил приобрел благодаря роли Феди в кулинарном сериале на СТС. Герой, бывший моряк, он на пару с Сеней Сергей Ловыгин отвечал за юмор и розыгрыши в эпизодах. Неудивительно, что эта парочка полюбилась зрителям. И даже после финала кухни и спин-оффа Сине Федя люди интересуются судьбами своих кумиров. Тарабукин долго ходил в холостяках. Складывалось впечатление, будто ему вовсе не интересна семейная жизнь. Однако, оказалось, что совсем скоро Михаил наконец-то готов связать себя узами брака. Готовлюсь только в 43 им стать, все никак не созрел. Я вообще зять хороший, я всегда находил общий язык с мамами женщин, которых выбирал, которые выбирали меня. Что уж тут корчить альфа-самцеа, мы выбираем, нас выбирают. Мамам моих девушек нравится уважительное отношение к их дочерям и то, что я искренне интересуюсь, как у мам дела. Это подкупает. С папами немножко сложнее, потому что я сам рос без папы, и мне сложнее с ними. Свадьбу собираюсь сыграть летом, но тихонечко не как все, поделился Михаил в новом интервью. Нельзя сказать, что у Тарабукина вообще не было личной жизни. Напротив, актер то и дело пытался построить отношения. Однако всегда старался скрывать подробности своих романов от посторонних и особенно от журналистов. Несмотря на это, известно, что во время съемок в «Солдатах» у Михаила возникла симпатия к коллеге Екатерине Юдиной, которая играла в проекте «Медсестру». Затем-то Рабукин увлекся певицей Татьяной Антоник. Женщиной, о которой Михаил говорил в свежем интервью, по всей видимости является гримерша Екатерина Ковешникова, ранее работавшая с Дмитрием Нагиевым. Судя по всему, она и Рабукин вместе уже больше двух лет. Так что неудивительно, что артист заговорил о свадьбе.